Устройство кормушек и поилок для крупного рогатого скота. Кормушки и поилки для коров, обязательный инвентарь сарая или крупной фермы. От правильной их планировки зависит восполнение животными питательных веществ и важных элементов, уровень трудозатрат и бытовой травматизм. Пастбищные кормушки для мясного скотоводства, а также при стойлово-пастбищной системе содержания КРС требуется специальное оборудование площадок для кормления животных. Кормушки этого типа должны обеспечивать максимум функциональности при минимальном участии обслуживающего персонала. Быть вместительными и снижать потери корма. Для сена на выгульных дворах и на пастбищах в осенне-зимний период, когда имеется нехватка зеленой массы, необходимо устанавливать дополнительные кормушки для скармливания грубой пищи. Стоит сразу отказаться от установки стажков и простой навалки сена, это многократно увеличивает потери корма смешиванием с навозом. Отличным вариантом служит установка цилиндрической кормушки для КРС под сено. Форма позволяет помещать целый рулон сухой травы. Потери травы нивелируются двумя моментами, огороженный низ не дает рассыпаться мелкой фракции, наклонный тип обрешетки препятствует. Выдергивание крупных стажков коровами Такие устройства отравматичны, легки в сборке и эксплуатации. Круглое строение увеличивает прочность и долговечность кормушки. Отгороженность в нижней части препятствует травматизму ног у коров. На практике подобный тип сеных кормушек встречается редко, гораздо чаще используются квадратные клетки с вертикальной обрешеткой из прутьев. Такие модели получили распространение благодаря простоте конструкции и дешевизне изготовления. Зато они часто становятся причинами травм, крупный рогатый скат легко застревает в них. Как организовать подкормку на пастбище обилие зеленой массы не может полностью обеспечить потребность коровы в питательных веществах. Если мясной скат менее требователен, то молочные породы необходимо подкармливать сочными и концентрированными продуктами в период выпаса на пастбищах. Для скармливания концентратов используются автоматические раздатчики, обеспечивающие непрерывное поступление зерна или комбикорма в небольшой дозе. Это обеспечивает регламентированную подачу корма, ликвидирует риски его потери. Часто автоматические кормушки используются при совместном содержании коров и подсосного молодняка. Телята нуждаются в обильной подкормке пищей, богатой энергией и элементами. Но взрослый скат обычно съедает всю смесь зерна при свободном доступе. Для этого на автоматические кормушки устанавливаются ограждения с проходами для молодняка. Кормление в стойле при стойловом использовании кормушек учитывается тип содержания, поголовье и наличие специальной техники. Так, большое поголовье легче обслуживать кормораздатчиком, укладывающим пищу на кормовой стол, а в небольшом сарае можно поместить навесную кормушку, изготовленную самостоятельно. Кормовой стол представлен огороженным с одной или двух сторон участком прохода на ферме. Встречаются приподнятые на 10-30 сантиметров над полом кормушки, которые обеспечивают лучшее поедание. Самый распространенный вариант на наших фермах, огороженный со стороны стойла небольшим парапетом, до 50 сантиметров. Такая конструкция препятствует попаданию корма под ноги животному, а также навоз с патогенными агентами не будет обсеменять пищу. Главное преимущество такого типа кормушек – легкость обслуживания, сенаж или силос быстро укладываются кормораздатчиком. Проход легче вычистить от остатков корма и грязи, сооружение такой кормушки требует меньших средств. Стол применяется при любом типе содержания. На привязной ферме столы не имеют специального оборудования, коровы находятся на цепной фиксации. При беспривязном разведении применяется несколько типов решеток – вертикальные, наклонные и с автоматической фиксацией. Прямое расположение прутьев способствует легкому доступу коровы к корму, зато не дает преимуществ фиксации и животным проще в нее пролезть. Наклонное расположение ограничивает перемещение КРС, позволяя его лучше зафиксировать. Автоматическое стойло – наилучший вариант в плане закрепления животного для ветеринарного осмотра или осеменения, но они дороги, кроме того, буйными животными легко ломаются. Простое устройство – кормушки для небольшого частного хозяйства, где поголовье не превышает 10 коров. Использовать технологии крупных ферм неоправдано. Здесь нет такой механизации процесса, животные получают больше индивидуальный подход. Поэтому сделать кормушку для коровы своими руками достаточно просто и это позволит снизить потери питательных веществ. Следует разделить кормушки для влажного и грубого корма для коров. Наиболее важную функцию имеет емкость для сена, зеленой массы или соломы. Кормушки для влажных продуктов не обязательны, их функции могут выполнять любые ведра или корыта, которые устанавливаются в перед дойки. А вот грубые виды пищи должны присутствовать постоянно. Форма кормушки – в сечении трапеция с широким основанием сверху, это позволит корове лучше подбирать мелкие листочки, длина не менее 80 см на голову, ширина в верхней части до 80 см, передний край лучше оградить вертикальной обрешеткой. Деревянная кормушка для коровы, выполненная своими руками, идеальный вариант в сарае, она наиболее рентабельна, долговечна и не требует особого ухода. Для ее воплощения применяется любой тип дерева, в том числе и самый доступный – сосна. Использовать пиломатериалы, ДВП, фанера, ДСП, не следует, они недолговечны, особенно в условиях повышенной влажности коровника. Поилки для коров – суточные потребности коров в воде достигают 100 литров и более у высокопродуктивных животных в период лактации. Поэтому поилки для КРС должны быть постоянно наполнены, предоставлять легкий доступ для животных, быть безопасными. Особенно усиливается жажда после доения, поэтому в личных хозяйствах обязательно дополнительно выпаивают корову в этот период. Форма поилок – устройство резервуара с водой для потребления ее коровой может быть любым. Самый простой и доступный – обычное ведро. Плюс такой модели – низкая цена и доступность. Недостатков гораздо больше – малая емкость, возможность поения лишь под наблюдением человека, легкое опрокидывание. Более совершенным аналогом считается корыто или таз – поилки для КРС, установленные в сарай своими руками. Они стационарны, имеют повышенную емкость. В крупных хозяйствах такой тип поения не применяется, потребуется постоянно доливать воду каждой телке. Поэтому используются групповые модели. Самый простой – длинная распиленная вдоль труба большого диаметра с заваренными концами. Эта огромная емкость заполняется водой и коровы свободно пьют ее. Чаще всего подобный вариант применим при пастбищном содержании, когда нет возможности провести водопровод. В таком случае трактор подвозит бойлер подогретой воды и заполняет поилку разовой порцией на все поголовье. Плюсы – коровы получают требуемое количество воды, она не успевает замерзнуть в зимнее время, технология наиболее проста. Подобная схема используется и при беспривязном содержании, только там организована другая схема подачи воды в поилке для телят и взрослых животных. Стоиловая модель разведения подразумевает наличие индивидуальных поилок. Подача воды и наиболее примитивные методы поступления воды в поилке описаны выше – ручное наливание или подвоз в бойлере. На комплексах используется централизованный водопровод и клапанные устройства. Автопоилки для КРС бывают нескольких типов, наиболее распространенные – поплавочные и клапанные. Устройство поплавочной поилки идентично бачку унитаза. Сама поилка представлена трубой, от которой вверх отходят небольшие емкости, а также отдельный резервуар, в который подается вода. В нем же установлен поплавок, который регулирует уровень жидкости. Таким образом, отпивая воду, коровы уменьшают ее уровень во всей системе и она вновь поступает. Минусы у схемы – в зимнее время может замерзнуть часть водопровода, также возможно его забивание кормом. Клапанная поилка также сообщается с водопроводом, только подачу воды регулирует сама корова, нажимая на рычаг мордой при попытке напиться. Такая схема наиболее уязвима для буйных и своенравных животных и чаще ломается в сравнении с предыдущей. Подогрев воды в зимний период следует подавать воду коровам только в подогретом виде. Во-первых, это препятствует распространению респираторных заболеваний, а во-вторых, не дает замерзнуть системе водопровода. Поилки с подогревом для крупного рогатого скота встречаются двух типов – подача горячей воды во всю систему, индивидуальный подогрев у каждой поилки. Достоинства и недостатки есть у каждой системы, поэтому индивидуальной схемы применения их в животноводстве нет. Для стойлового содержания с использованием индивидуальных поилок лучше применять подачу подогретой воды. Установка нагревателей в каждую поилку стоит дорого, а с последующим обслуживанием делает сельское хозяйство нерентабельным. Главный минус такой схемы – при протяженности трубы более 250 метров вода успевает остыть, а в морозы замерзает. Индивидуальный подогрев применяется в поилках группового типа для коров на беспривязной технологии. Для этого в корыто из нержавеющей стали монтируется ТН-термостат, контролирующий требуемый температурный уровень. Минус системы – такие поилки менее гигиеничны. Похожая тема комментария и обсуждения.